Доброй ночи всем! Я наконец-то добралась до второй части обоги Хорсе. У меня этот расклад лежит на алтаре три дня, и я никак не могу добраться. В общем, он меня уже попросил доделать. Ну, смотрите, он бог судьбы, это первостепенное вообще у него. Смотрите, тут восьмой аркан и двадцатый. Они сложены вместе, они прямые, это праведный суд. И больше всего он не любит, смотрите, карту слева, это король Пентакли, тут он не любит очень насильников. Любого рода насилие над человеком. Тут не только насилие над женщинами. И за это он их строго судит. Он их не извергает, короля. И уважает человека прямого, принципиального, который борется за идеалы и нормальные идеалы. Это не искаженные. Это реальный воин, который бережет свой народ, чистоту моральную, за всякую грязь. Вот некрасивые высказывания, садизм. Он очень строго карает. И, кстати, человек еще, смотрите, вот эта кара приходит, тут восьмой аркан еще при этой жизни. То есть людям, которые любят выражаться очень нецензурно, разводят грязь, наркоманию, вообще к нему лучше не обращаться. И тут отшельник перевернутый. Смотрите, с восьмым арканом. Он бог, конечно, знаний и мир. Знаний и глубин, знает все наизусть. В общем-то, он на своем суде, я бы так сказал, тут изучают полностью все. У них недаром суд идет после смерти год. Он один из этих судей. Судей в загробном мире, в общем-то, он как это? Это высший суд, судье небес. Один из них. Вот он. И, смотрите, он все отшельник и с миром перевернутым. Вот он-то, он все очень внимательно изучает. Так что наши поступки их очень внимательно изучает. И почему вы это сделали? Ваши намерения. Как бы за намерение без поступка не карают, но это очень все относительно. Ну, в принципе, это не входит в функцию наше сейчас изучение. Чего он хочет? Ну, очень тщательно. Он, Хорс, очень большой деталист. Кстати говоря, за богами солнца и у богов бизнеса это есть. Они очень внимательны к деталям. Он все рассматривает вот просто в микроскоп. Он в микроскоп рассматривает того, кто к нему обращается и что ему дать. И кого он уважает? Он уважает людей, которые работают очень. Вот десятка тут жезлов, она прямая. Он к ним очень положительно относится. Он не просит, чтобы у вас это получалось. Ну, не получилось и не получилось. Десятка тут ничем не подкреплена. Не получилось, не получилось. Но вы пытались, вы хотели. Поэтому намерение тоже очень входит. У вас, если чего-то не получилось, но вы хотели, он это оценивает очень положительно. Видите, он даже повернулся. Тут он представлен ангелом с крыльями. И на этой карте он даже поворачивается к такому человеку. И, кстати, заметьте, это изображено на фоне солнца. Солнца и воды на большом камне. Именно в этом раскладе, именно эта фигура выпала. То есть, это то, что он любит. И я говорила, закат, восход. Они очень любят полдень. Вода, которая отражает. Он даже поворачивается. И смотрите, вот тут девятнадцатый аркан солнца с пятым. Это говорит, что он светлый бог. И солнце на Тару Руя, оно тоже очень-очень особое. У нас, кстати, дважды представлено солнце. Кстати, очень интересно. Смотрите, я даже вначале не увидела. Это солнце на суде. Это не луна, не темное небо. Это именно солнце у воды. Что он любит при обращении. Это его, как бы, любимое место. Любимый момент. И тут второй раз изображено солнце. И над ним тулус жезлов. Этот тулус жезлов, это не просто девушка тут изображена. Это победитель. Это девушка совсем иных миров. Она не девушка, но она девушка, как бы, да. Очень красивая. Это корона свойств. То есть, ее присутствие в этом раскладе говорит об очень большом его могуществе. Она изливает со своей короны свойств на его солнце. То есть, он реальным могуществом обладает. Принадлежит к самой верхушке Олимпа. Называют его по разным религиям по-разному, но проще всего называют Олимп. У них это в реальности Олимп. Называется это Дуба. Кто там на Пальме. Но суть, что это Олимп. И он связан со светлым Иерофантом. Это тоже тут Иерофант очень непростой. Это светлая Дриада, лучший из пророков и Дракон. Ум и предвидение. Оно перевернуто. Ну, в общем, неудивительно, потому что он не Дриада. Но это говорит о его сильнейшем даре предвидения и уме. То есть, он может даровать вам тоже и предвидение, и ум. Он все пропускает через ум. Тут и Отшельник, и Иерофант с двух сторон. Солнце, он солнце, но он все пропускает через ум. И это, он действительно бог судьбы. Тут не выпало колесо фортуны. Классическое. Но фортуна, это, я уже говорила, не совсем судьба. Но тут судьба по 8 и 20 аркану гораздо более сильно представлена. Еще вот этот Солнце между Отшельником и Иерофантом очень четко говорит, что он же и над ним туз жезлов он управляет иерархией. То есть, он вас может подвинуть вверх по карьерной лестнице. Как с этого туза жезла на Солнце изливается, так и на вас может излиться. Он вас может подвинуть вверх по жизни, защитить от закона. То, что он управляет, он и отодвигает. Он в этом смысле, как Хронос, похож. И именно даже он стоит на камне. А камень это знак. Не знак, это Сатурн. Камень это Сатурн. Это и есть суд и судьба. Очень четко. И он судьбой именно управляет. Прежде всего, в какое место вы займете в человеческой иерархии. Ну, с его стороны тоже, конечно, как бы, и божественной. Но прежде всего, так как люди его просят о земном, это земная иерархия. Вас вверх подвинуть или оставить? Помогать или нет? Он как Солнце может прирастить. Потому что и отшельник, и иерархант, они, конечно, с социумом связаны очень-очень сильно. И еще тут туз кубков. Этот туз кубков на Ароя, он больше с родом связан. И смотрите, сколько у него старших арканов. У него два. Четыре, шесть. Шесть из десяти карт. Потом еще два туза. Два туза при раскладе на Бога обязаны присутствовать. От двух до четырех. И у нас остается только первый ряд. Это его отношение с людьми, где он не проявляет такой своей силы и мощи. Вот это тоже отличие человека от Бога. Все в старших арканах и в тузах. Тут с кубков он судит еще по вашему роду. И тут это очень-очень выражено. Он заглядывает в чашу, как это жрица, и смотрит, что у вас с родом. И, кстати, он может очень хорошо ваш род вообще поднять или связать вашу судьбу с хорошим родом, с родом с хорошей судьбой. То есть по Иерофанту. А может и судить, сбросить и нищету. Скажем, ну, как и любой Бог судьбы, тут он ничем не отличается. Он может вас поднять в свет в рай. Кстати, тут и Иерофант еще тоже особая карта. На роя это карта рая, потому что оба этих создателя это обитатели рая, но не божественного, а другого. И он может либо вас в рай отправить, либо пониже. Вот мне выпал пятнадцатый, пятый, нищета шестой. В общем, какой дорожкой он вас пошлет. Может прямой в рай, и именно он это решает. Причем, знаете, он такой очень специфический даже судья, потому что он решает либо в свет, либо вниз, и пусть там пятнадцатый аркан разбирается, куда вас определяет, ну не вас, а вообще обелять в чистилище, на кладбище или сразу в жизни. Это уже он решает, либо он сам решает и двигает прямо в благополучную очень жизнь, счастливую. возвращает вас в ваш род и вы рождаетесь заново ребенка. Потому что в роду вовсе не бесконечное количество народа, больше, чем мы представляем, но не бесконечные души поочередно в этом роду рождаются. почему говорят, что мы и грехи несем за рот, это и наши тоже прошлые жизни, и мы же черпаем оттуда благополучие. Ну, кстати, он может и богатство подарить. Мне еще императрица выпала и прямо на иерофанта легла. Недвижимость может подарить. Драгоценности и особенно на эти драгоценности в золото или такие очень изысканные украшения. Власть но если вы хотите вот власти это к нему судьба связанная с властью это к нему или вы хотите чтобы вам там как бы на том свете обелить себя или просто чтобы вас послали в рай а не в следующую жизнь это тоже к нему вот кто хочет прервать цепь рождения и не рождаться на земле хочет остаться там это курс можно смело обращаться это его карты прямо показали ну если вы считаете что только у своего бога просить кстати говоря вот что просить только у своего бога наступает момент когда у бога тоже определенный набор свойств и возможности он тоже им распоряжается он вам ожидал часто то что он может поэтому можно просить и у других они вовсе не обижаются не никакой у них друг другу ревности нет вот если вы его праздник не празднуете он обижается лично его не святых там не сподвижников а лично бога да он обижается а если вы его праздник уважаете его лично обращаетесь к другим они не будут вам мешать они даже уступают тому кто больше вам может помочь в вашем случае они уступят ваше обращение ваш ритуал но богатство он может даровать богатство по власти и хороший род и билет вам в рай выписать тоже это в его силах как у судьбы он реальный высший судья небес и он назначает судьбу в следующую жизнь насколько можно скорректировать в этой жизни судьбу попросить себе облегчения или ухудшения для кого-то а то тоже к нему кстати если вы думаете что они это не делают они это делают и вы обращайтесь если человек негодяй с вами плохо поступил это обязательно нужно делать он и другим жизнь поломает и вам еще раз его нужно остановить это некая задача и он ждет почему магов просят сделать порчи что белых что черных без разницы так у нас методы разные порчи разные смысл так у одинаковые потому что это их способ наказания способ остановить таких людей может дать им задуматься даже как это он может уложить человека человека в постель чтобы тот подумал о своей судьбе но тем не менее он самый настоящий бог солнца который определяет ход времен и еще конечно он и как судья и как бог солнца он связан с вашим осознанием самоосознанием кто вы есть что вы за личность вот тут этот отшельник с миром очень хорош если вы хотите понять кто вы вашу задачу что вы должны сделать мы все приходим со своей задачей если вы ее не выполнили никто вас за это не карает но вы попадаете в такую же жизнь в такие же условия это может длиться до скончания времен пока вы не решите что не очень приятно к тому же когда мы решаем свою жизненную задачу нас освобождается открывается нам дорога к очень многому вы прошли эту ступень вы ее поняли вы ее осознали как бы вы решили загадку вы переходите на следующую ступень и особенно вот это связано с родом вернее с нашим личностям самоосознание и лично и с родом он очень с родом связан сам по себе это в мифах не прочла первая часть если вы не слушали вам не так интересно будет но он очень связан с родом то что вы должны выполнить за свой род да и он же и связывает иначе не поняла почему умеренность призрачная он вас же и свяжет через него очень хорошо с умершими связываться и просить их помощи и он же может от вас их отвадить и еще это ребенок через него очень хорошо просить детей как и через любого бога солнца это возврат и даже знаете очень хорошо просить чтобы вернулась душа близкая к вам ваша собачка ваш котик или это нерожденная душа или ваша там бабушка чтобы вашей семье родилась даже мама папа если кто потерял это он может он связан еще так как он судья и посылает душу он связан с рождением именно чтобы вам досталось ваше животное они никуда не пропадают они нас ждут там душа у них есть они нас так же любят ждут и мы их так же любим но смысл чтобы вернулась вот именно ваша душа ваша бабушка вернулась бы вашей внучкой или ваша мама вернулась вашей правнучкой вот это он может это вы можете у него просить это в его силах и он с этим охотно работает и награждает он в основном за то что вы были стойки вы были мужественны вы преодолели трудности вот вы пережили вы их преодолели вы уже можете обращаться просто потому что вы к нему обращались для него не так важно дары ну конечно для каждого бога все равно дар важен для него какое качество ваш должно присутствовать это что вы поняли вы пережили вы были стойки вы прошли какое-то искушение скажем так вы не спились не стали алкоголиком не стали наркоманом вот это для него очень важно и именно за это он вам готов что-то дать вот такой он и есть хорж так что кто хочет ребенка в семью это к нему кто хочет наладить что-то с родом это тоже к нему кто хочет просить за род тоже к нему смягчение судебными делами с иерархическими это тоже к нему просто даже судебными в прямую погасить или на кого-то навлечь и если вас обидели если с вами грубо поступили ударили еще там не дай бог это тоже к нему впрямую он таких людей очень не любит только не надо жаловаться на всю страну в целом это бесполезно это конкретно ваш случай я понимаю что все чиновники воруют и все они заслуживают но это конкретно ваш должен быть случай и конкретный чиновник он разбирается конкретно менять всю структуру под вашу просьбу они просто не будут они считают что люди сами должны меняться и менять они все бог делать но в этом случае он заступится за то что вас мучают он обязательно заступится кто хочет избавиться от страданий подвожу итог от тяжелого горя от тяжелого переживания это к нему тот король Пентакли показывает что он не любит и от чего он избавляет имейте это ввиду но вот на этом я прощаюсь закончу